Дорогие друзья, подписчики канала Индубай, всем привет! С вами Анна и вновь проект Индубай. Очень давно мы с вами не виделись, и вот, наконец, я для вас решила записать новое видео. Вы можете меня поздравить, потому что я получила свои водительские права. Я не знаю, видно или не видно. Вот так они выглядят. Ушло у меня на получение водительских прав всего два месяца. Сейчас же мы узнаем, во сколько же мне это все обошлось. Специально для вас я ввела свою бухгалтерию, чтобы вы могли узнать, какая же сумма в итоге получилась за вот эти мои драгоценные водительские права Арабских Эмиратов. Всего сумма вышла 6247 дирхам. Если оттуда вычесть то, что я потратила на транспорт, то получается 5217 дирхам. Транспортом я пользовалась такси. Ушло у меня на это 1300 дирхам. Почему я пользовалась такси? Потому что уроки я брала по пятницам. Так получилось, что то расписание, которое они давали в дневное время, мне не совсем подходило. Потому что я работаю и, в общем, не совсем удобно там было. Получается, что я брала одно занятие по пятницам, а транспорт по пятницам они не предоставляют. А в принципе, могло бы выйти и дешевле на транспорт. Итак, что же входило в эти 5217 дирхам? Туда входила проверка зрения и фотографии перед тем, как подавать. Если помните первое видео, вот оно вот здесь вот, как раз, как я проходила проверку зрения и подавала документы. Это у меня вышло 162 дирхама. Также подача документов, регистрации, вот эта книжка, все это у меня обошлось в 675 дирхам. Теоретические уроки, за них я заплатила 400 дирхам. За экзамены, за все в целом я заплатила 1060 дирхам. И за все уроки вождения у меня вышло 2560 дирхам. Всего у меня получилось взять 32 урока вождения, а так как я брала их по пятницам, я об этом уже сказала раньше, платила я за каждый урок 80 дирхам. Если брать это в более другое, в рабочие дни, то это выходит дешевле, это где-то 60 дирхам. Также получение водительских прав в 360 дирхам. И в принципе, все экзамены я сдала с первого раза, за что-то за 2-3 раза мне платить не пришлось. По времени у меня все это вышло в 2 месяца, ну и уроки я брала по пятницам 1 раз в неделю. В принципе, уложиться в 1-2 месяца, получить водительские права, в принципе, очень даже и реально. Все экзамены делятся на внутренние школьные экзамены. И также это экзамены, которые нужно сдавать говерменту или то есть РТА, службе РТА, это дорожно-транспортный департамент. Вот именно эти экзамены РТА, они все принимаются только в рабочие дни, в определенное время. И на них мне, конечно, тоже пришлось ездить в рабочие дни посреди недели. Итак, ваши вопросы. Кто-то меня спрашивал, можно ли ездить в Дубае по российским правам. Можно, друзья, можно, но только если вы на туристической визе или на визит-визе. А вот если вы уже, повезло вам, я вас поздравляю, вы получили резидентскую визу, то надо идти в автошколу и получать местные права. Потому что по российским правам уже ездить нельзя. Следующий вопрос. Вообще, как могут помочь и что вообще значит, если вы приедете с международными правами? Опять же, международные права какой страны? Если это будет Россия, то и у вас открыта резидентская виза, то в любом случае вам опять нужно получать местные права Арабских Эмиратов. Реально ли сдать экзамены с первого раза? И вообще, какие есть секреты, которые рассказали мне инструкторы автошколы, чтобы сдать экзамен с первого раза? Мне очень повезло. Я действительно сдала все экзамены с первого раза. Я очень счастлива, очень благодарна. И мне вот знаете, что мне сказали, когда я брала уроки вождения? Мне сказали, что самое главное не ездить медленно. Очень интересно. Даже если дорога 40 км в час, то меня попросили ехать 50 км в час. И действительно, когда я сдавала экзамен, девушка, которая со мной тоже ехала в машине, она ехала 40 км в час и не сдала экзамен. Потому что у нее написали в листочке сдачи экзаменов slow, то есть с английского медленно. Вот так. То есть в Дубае, если ты едешь медленно, то ты, получается, создаешь как бы аварию. Потому что здесь, на самом деле, очень-очень-очень скоростное движение, очень быстрое. И если ты можешь резко тормозить или медленно ехать, все тебя будут обгонять. И в итоге ты как бы предрасположен к аварии, скажем так. Так же мне рассказали. Ни в коем случае нельзя задавать им вопросы. Почему? Например, вот вы едете за рулем, и нельзя спрашивать, ну сейчас куда, а сейчас куда, а сейчас куда. Это значит, что ты точно не сдашь экзамен. Мне так сказал инструктор. Они этого не любят, и когда их начинают так спрашивать, они думают, что человек не уверен, и обычно ставят отметку, что вы экзамен не сдали. Следующий вопрос. Можно ли просто обменять права, если есть большой опыт вождения? Это все зависит от вашей страны. То есть, если есть права определенной страны, например, как австралийские права, или Великобритания, или это Америка, то обменять права можно. Просто прийти и обменять их. Ну вот, что касается России, то обменять права мы не сможем. Нам надо учиться и брать занятия. Но если у вас опыт вождения большой, то есть больше пяти лет, то уроков по вождению вам нужно будет брать меньше, то есть 20 уроков. Соответственно, денег потратите меньше, и быстрее сможете получить водительские права. Наша камера очень сильно затрудилась и пропотела. Ну вот такие особенности съемки в Дубае, и мы продолжаем. Если у вас есть права международные, можно ли их обменять? Или есть ли вообще любые права и хороший опыт вождения? Можно, но есть определенные страны, которые вы можете увидеть вот здесь. Вот эти все страны. Если у вас есть права этих стран, то вы можете приехать и просто обменять ваши права на эмиратские права. Ну, если у вас есть водительские права России, то обменять вы их не сможете. И нужно идти в автошколу и радоваться всем урокам вождения, сдавать все экзамены и получать вот эти замечательные права Арабских Эмиратов. На этом все. Если вам интересна тема водительских прав, то посмотрите вот эти видео. Вот в этом видео я рассказываю и показываю, как я делала проверку зрения. В этом видео, как я шла в автошколу, это реальный эксперимент, как я подавала документы. В этом видео вы увидите, как я проходила теоретические занятия, лекции и сдавала теоретический экзамен или сигнал-тест, как его здесь называют. И в этом видео вы увидите, как же проходят уроки вождения и как я сдавала все остальные экзамены. С вами была Анна Надырова, специально для проекта InDubai. Ну и, конечно, не забудьте подписаться на наш канал, потому что каждую неделю у нас появляются новые интересные видео о жизни в Дубае. Всем пока!